Наш следующий сюжет о 12-летнем Саше Кузнецове из Мариуполя. 16 марта, когда российские военные сбросили сверхмощную бомбу на здание драмтеатра, Саша с мамой оказались в эпицентре взрыва. Они перебрались в драмтеатр, чтобы поскорее эвакуироваться из города. Именно оттуда должны были отправляться эвакуационные автобусы. Мальчик выехал из Мариуполя. Без мамы. Она погибла. После первого авиаудара, 16 марта, это первый авиаудар, если честно, просто сидел в комнате, у меня мама была на полевой кухне. И как говорят в специализированных инструктажах, как только вы слышите из любой звук, похожий на что-то летящее, ложитесь на пол. Этого звука не было. Этого звука просто не было. Просто вот так хлопок. Но в зале, там, где была огромная люстра, это была сцена, этот потолок лег, там, где были люди. Но те, которые были на верхних рядах, на самых верхних, они спаслися. Я там был знакомый, с которым я познакомилась в драмтеатре. Там лег потолок. И когда вышел уже на полевую кухню, туда выхода не было, потому что завалилась стена. Я увидел, что там, где была сцена, там небо светится. Пришлось выходить через центральный вход. И после того, как я увидела, что там просто грубо, инструменты, мусора и крови, и после криков «Мама, ты где?», я поняла, что... Ну, мамы нет. Ну, подошел в комнату к Елене Анатольевне. Она такая, где мама? А мы нету. Она такая, ну, ты будешь с нами? Окей. Ну, и после этого дальше продолжался. Будь, как бы, с ними. Причем, я очень благодарен. Бедные дети. Бедные дети.